Добрый день! Мне очень неприятно говорить на эту тему, потому что, в общем-то, я не считаю человека настолько безобразным существом, что он не способен ни осмыслить, ни прогнозировать ни о чем. Но вопрос очень тяжелый, потому что это уже было раньше и сейчас фактически повторяется то, что и случилось с предыдущими формами жизни на Земле. Безусловно, это были люди в той или иной формации. Вот они пытались выжить и в воде. Отсюда появились трептилоиды и их порождение. Значит, пытались уйти под землю и до сих пор находятся громадные города, вырытые под землей. Почему такое происходит? Потому что они разрушают то, что создала Земля для возможности выживания человека. Земля живая, живое существо, и к нему нужно относиться как к живому, как к матери человечества. А то, что делают люди, я уж не говорю, что они любым путем пытаются и воссоздать оружие, которое может разрушить на Земле абсолютно все. Пытаются что угодно делать, только не для того, чтобы укрепить на Земле именно погодные условия жизни, выживания и для человека, и для, чтобы могла нормально существовать и наша планета Земля. И трудно объяснить, я, наверное, понять не могу, или это дефект зла, заложенный изначально в создании человека с его и духовным образованием и всем остальным. Не зря же появляются различные духовные течения у разных национальностей. Для того, чтобы как-то усилить то, чего нету, не знаю, трудно мне сказать, но уже сейчас добились того, что происходят погодные катаклизмы, которые по энергетическим возможностям совпадают с ядерными взрывами, значит, ничем хорошим это не кончится. И не нужно будет ни я, ни ничего, человечество себя уничтожит, уничтожит. Вместо того, чтобы усиливать жизнедеятельность самой Земли и все остальное, чтобы Земля радовалась существованию вместе с человеком, а не пыталась уничтожить его на своей территории, как негодная для ее жизни и созидания. Не знаю. Уже несколько раз это закончилось достаточно плохо, когда те, как говорится, группы живых существ, которые жили на планете, были уничтожены сами собой, не смогли выжить. Ну что, опять к этому придем? Не хотелось бы. Противно. Просто противно. Значит, не знаю, что о себе мыслит человек, в общем, и какую цель перед собой ставят, хоть есть все это уже и так, и так описано, и так, и этак, уже вдавливали в голову, как себя нужно вести, какие основные законы существования и сосуществования на Земле. Не знаю. Я хочу, чтобы задумались, и, может быть, какое-то поколение наших детей все-таки вырастет таким, которое в состоянии будет пойти по пути созидания. До свидания, здоровья, удачи в жизни, счастья. И Земля наша, как говорится, родная, должна существовать. До свидания.